Продолжение следует... Помимо профессиональных навыков, как наш подход с этим работает и какой студент получается у нас на выходе. Так как аудитория у нас разная, ребят, мне будет интересно прочитать ваше мнение, отвечать на вопросы, поэтому welcome, пишите в комментарии. Если вы начинающий разработчик, либо только планируете войти в IT, пишите, расскажите, как вам. Если вы уже опытный, тоже расскажите, как вам этот подход, насколько он был бы вам полезен. Ну, собственно, меня уже представили. Зовут Сергей, действительно, работаю agile-коучем. Действительно, сначала не совсем понимал, что такое agile, но со временем я им проникся и уже вступил на дорожку коуча и скрам-мастеров. Я представляю школу 21. Это школа программирования от Сбера, которая абсолютно бесплатно и с самого нуля погружает в разработку тех, кто хочет найти себя в IT, тех, кто хочет сменить профессию или получить практически навыки. В основе нашей методологии лежит образовательный подход peer-to-peer или по-русски равный-равному. Сейчас многие работодатели все чаще стали уделять внимание софт-скиллам своих сотрудников. Также мы замечаем то, что вместе с этим повышается и конкуренция на рынке труда. Только профессиональных навыков уже не всегда бывает достаточно для построения карьеры. Существуют разные исследования, и они прогнозируют то, что примерно через 10 лет профессии, которые требуют высокий уровень софт-скиллов, составят порядка две трети от всех рабочих мест. Также это же исследование показывает, что развитые софт-скиллы у сотрудников в целом влияют на успех бизнеса в компании. Собственно, есть другое, еще одно исследование в одной крупной организации. В этой компании очень-очень много разных всяких команд. Собственно, что они сделали? Эта компания постаралась выделить самые продуктивные команды и понять, что эти команды отличают от всех остальных. Собственно, выяснилось то, что самая продуктивная, самая успешная команда отличает от остальных, а это люди с высоким уровнем софт-скиллов. Какие мы видим основные запросы IT-компании к начинающим разработчикам? Ну, как правило, работа над продуктом или проектом составляет, работает коллектив авторов. Ну, а с учетом популярности Agile, стажер, скорее всего, попадет либо в Scrum-команду, либо в любой другой Agile-фреймворк. И он, разумеется, должен уже быть заранее готовым к работе с коллегами, работе с тиммейтами, заказчиками, в самоорганизованной и кросс-функциональной команде. Второе – это, конечно, критическое мышление. То есть это навык, который позволяет найти нужную информацию среди бесконечного его множества. Отсеять все лишнее, отсеять зерна от плевел. Ну, собственно, также критическое мышление – это про то, как уметь анализировать и задавать вопросы. Информации действительно много во всех разных источниках, поэтому важно все подвергать сомнению и понимать, что из этого можно использовать. Третье – это про креативность и гибкость. Ну, собственно, мы живем сами в вечно меняющемся мире, где нужно адаптироваться к окружающей среде, к изменениям. Собственно, этот скилл позволяет адаптироваться к любым изменениям и условиям, ну и пытаться находить в этих условиях нестандартные решения. Здесь, собственно, снова привет, agile. Ну и, конечно, важнейшим навыком является тайм-менеджмент для всех, наверное. Важно всегда расставлять приоритет и рационально распределять свои ресурсы. Нужно понимать, что задач будет всегда много в любой сфере и в жизни, и на работе, и в учебе. Задач будет всегда больше, чем ты сможешь потратить на них время. Вот, поэтому это так важно. Ну, в том числе, это и менеджмент, это и про то, чтобы управлять ожиданиями по дедлайну своей задачи, когда ты ее сделаешь, если ты друг ее просрачиваешь, вовремя об этом сообщить своему руководителю. Так, собственно, задались вопросом, а как же добиться равномерного развития и хардскиллов, прокачки наших навыков программирования и при этом развития мягких навыков, о которых я сейчас рассказал. Поговорим сейчас о нескольких популярных подходах к обучению. Я думаю, что многие из нас с ними сталкивались, где-то видели, где-то сами участвовали. Ну, собственно, одной из самых популярных парадигм образования является когнитивное. В этой парадигме локомотивом всего обучения и, по сути, единственным источником знаний выступает учитель, ну, или преподаватель. Основная задача здесь – наполнить обучающегося конкретными знаниями. В таком подходе не учитывается характеристика личностного развития. Как правило, часто это встречается в начальных школах, когда детям нужно дать и заложить знания в знаниях фундамент из основных дисциплин. Собственно, вторая популярная парадигма – это личностно-ориентированная. Она чем-то похожа на первую, она также предполагает наличие преподавателя. Но здесь уже активизируется решение творческих задач и самостоятельность учеников. Педагог уже взаимодействует здесь с учеником как с личностью, поэтому возникают развилки в обучении, опираясь на то, что ученик хочет, где у него больше способностей. Ну, здесь самый банальный пример, как у нас часто бывает в пятом классе выбор, какой дополнительный язык учить, там немецкий или французский, или еще более популярный пример, когда в девятом классе нужно выбрать, а в какой же класс нам поступать – в физмат или в соцэконом. Ну, если дальше двигаться по взрастанию, можно рассказать про андрогогику. Андрогогику – это наука об обучении взрослых людей. Как правило, взрослые отличаются более осознанным выбором программы для обучения, и у них есть четко сформулированная цель и мотивация. Учитель здесь уже заменяется скорее на фасилитатора, который помогает ориентироваться в учебной программе. Примером таких программ могут быть различные курсы повышения квалификации, например, переобучения. Но, опять же, все это нам достаточно известно, и мы с этим сталкивались. Ну и, собственно, гвоздь нашей программы – еще одна парадигма обучения, про которую я чуть подробнее расскажу – обучение будущего peer-to-peer или равный-равному. Буду частично рассказывать на примере нашей школы, чтобы лучше понять, как это все работает. Обучение в школе 21 проходит именно по этой методике. Она построена без лекций и без привычных оценок. И, собственно, на этом моменте у многих людей начинают рушиться шаблоны. А, собственно, как так-то? Почему этого нет? А что ж тогда есть? Есть только индивидуальная и коллективная работа над проектами. Краеугольным камнем здесь становится именно практика. В группе людей отдается практическое задание, и участники должны найти информацию для ее решения. Ну и, собственно, решить эту задачу. Как и где эту информацию добыть, остается только с учениками. Основные три столпа peer-to-peer обучения для группы людей. Подчеркиваю, что peer-to-peer работает именно для группы людей. Ну, первый столб – это люди, попавшие на обучение, так или иначе приходят с разным багажом знаний. Ровно так, как и каждый из нас есть свой багаж знаний. Поэтому здесь опыт каждого участника имеет значение. Второй столб – это learning by doing. Это про то, что мы знания сразу получаем на практике, выполняя задания. Сразу с первого дня обучения к выполнению даются различные задачи и проекты. Понятно, что все начинается с азов, с каких-то простейших задачек, и потихонечку уровень сложности повышается. Ну, собственно, это не тот случай, когда часто мы видим, когда практика кое-как натягивается на теорию. Ну и третий столб – это про то, что все равны. Нет единственного источника информации. Информация не поступает откуда-то сверху. Нет человека, который за руку тебя проведет по образовательному процессу. Ученики сами ищут, где найти нужную информацию. Это могут быть какие-то видео, это могут быть книги. Или, например, ученики могут написать и договориться с каким-нибудь авторитетным спикером и позвать его прочитать лекцию. Собственно, как это обучение реализуется и как оно работает. Знания получаешь и делишь с другими участниками. Таким образом обучаетесь вы и все вокруг вас. Вы наверняка испытывали подобное чувство, что, чтобы лучше что-то усвоить, какой-то новый материал, нужно его кому-то рассказать, объяснить другому человеку. Также возникает часто вопрос, а как знания проверяются при таком подходе. Очень просто. Образовательная система предполагает взаимные проверки друг у друга у участников, где проверяющий проверяет по четкому листу проверки. Твой проект может проверить опытный участник, который его сам и сделал. В таком случае при ревью он тебе сможет рассказать какие-то альтернативные пути решения, как он это сам делал. Или тебе может на проверку достаться неопытный проверяющий, который это задание так и не сделал. Но благодаря твоему решению он тоже обучается, проверяя тебя по четкому листу. И ему в конечном итоге приходит понимание, как же нужно было выполнить это задание. Почему эта система эффективна? Ну, во-первых, как мы уже проговорили, ответственность за прогресс обучения прикладывается с плеч преподавателя на плечи самого ученика. Здесь уже под другими красками играет фраза «грызть гранит науки». У нас ребята действительно грызут этот гранит и полностью управляют своим ресурсом. Здесь человек полностью сам решает свою судьбу, его извне никто пинать не будет. За счет прикладных заданий и групповых брендштормов участники обучения быстро добывают знания. И, собственно, эти знания сразу набивают руку в использовании этих знаний. Ну, конечно же, поскольку мы учимся в группе людей, где очень много абсолютно разных людей с разным бэкграундом, очень сильно прокачиваются навыки коммуникации. Это и умение договариваться, и умение поддерживать общение, и умение там стоять на своей точке зрения. Продолжая историю про то, что у нас peer-to-peer предполагает обучение именно группе людей, конечно, здесь подключается большой нетворкинг. Со счет этого нетворкинга ты никогда не останешься один на один со своей задачей. Всегда найдется другой участник, который сможет тебе подсказать решение или объяснить материал. Ну, вообще, согласно различным исследованиям, например, одной крупной чар-компании, она приводит то, что до 85% вакансий закрываются через знакомство и через связи. Ну, нетворкинг всегда полезен. Если посмотреть на него чуть шире, то часто можно услышать шуточный вопрос, а где вы находите друзей после 20 лет? Так вот, peer-to-peer в том числе поможет и найти единомышленников, найти людей, с которыми вы дальше пойдете по жизни или будете чем-то увлечены заниматься. В обучении по такой методологии, равному-равному, ты всегда сталкиваешься с нереальными, на первый взгляд, задачами. Ты приходишь, тебе задается задача написать какую-то игру, ты не понимаешь, как это делать, куда копать, вообще, реально ли это. Вот, но раз за разом ты эти задачки решаешь, и поэтому у участников, кто проходит по этому пути, уже нет такого понимания, как нерешаемые или какие-то нереальные задачи. Наши участники понимают, что все реально, все возможно. Здесь просто вопрос, куда копать, где искать информацию, сколько времени потребуется на решение задачи. Подход равный-равному, peer-to-peer, учитывает индивидуальные особенности каждого участника процесса обучения. Очевидно, что у всех разные пики продуктивности. Кто-то любит работать рано утром за чашкой кофе, кто-то ночью за стаканом чая. Собственно, peer-to-peer не подразумевает никакого расписания. Ты полностью расписание выбираешь сам. Я думаю, многие из нас, и я там в том числе, сталкивались, что хочется ночью посидеть, поработать, поучиться. В общем, пик возрастает. Это возможности для обучения в этот момент никакой нет. Во-вторых, тоже кейс, с которым можно часто столкнуться, это про разный темп усвоения информации. Когда учитель тебе что-то объясняет, кто-то схватывает на лету уже, там бежит, что-то решает, а кому-то нужно несколько раз посмотреть этот материал. Так вот, поскольку у нас этого нет, peer-to-peer абсолютно комфортно работать и одним, и другим. И тем, кто быстро схватывает, те, кто быстро находит информацию, те, кто долго, не по несколько раз переспрашивают, смотрят. Так что здесь достаточно комфортно в этом плане. Также часто в разные моменты в жизни встречаются нам ученики, которые не мотивированы учиться. Такой ученик в методологии peer-to-peer просто перестает достигать прогресса. То есть он просто перестает куда-то идти, перестает искать информацию, перестает спрашивать у соседей. И, соответственно, поскольку у него нет прогресса, он самостоятельно покидает обучение. Поэтому можно смело заявить, что данная методология подразумевает, что на ней учатся только самые мотивированные ученики. Ну и, собственно, продолжая историю про мотивацию, этот подход в целом позволяет, наверное, заставляет участников саморефлексировать и четко понимать цели, которых они хотят достичь. Четко понимать, как эти цели можно достичь и, собственно, для чего. Как правило, цель формируется в прокачке скилла для устройства на работу. Ну и давайте с вами вернемся к запросам компаний на развитие софт-скиллов у соискателей, у тех, кто только хочет к ним прийти на джуниор-позицию. Так вот, ученики, прошедшие через peer-to-peer, все эти запросы полностью закрывают. Я думаю, что очевидность того, что Выше сказал, то, что этот подход в целом способствует работе в команде, развитию критического мышления, креативности и управлению своим ресурсом. И давайте попробуем посмотреть с точки зрения ученика, представим себя в роли человека, который решил, твердо принял решение стать программистом. Так вот, какие ошибки чаще всего он может допустить? Ну, во-первых, это ошибка учиться в одиночку. Понятно, что в одиночку ты научиться можешь, но этот путь будет очень длинным, с большим количеством ошибок. Конечно, всегда продуктивнее и быстрее учиться в группе единомышленников. Следующая ошибка, которую начинающие программисты могут допустить, это учить теорию и не практиковаться. Понятно, что если вбить книжки по питону, выйдет очень круто, очень классных профессиональных материалов, но в них можно закопаться, читать и на практике это никак не использовать. Еще одна ошибка про то, что технологий много, но при этом бывают случаи, когда человек зацикливается только на одной технологии и дальше никуда не копает. В целом, чтобы расширять свою картинку, конечно, нужно выходить за рамки технологий, с которой ты сейчас работаешь, изучать какие-то новые языки программирования, смотреть, что появляется новое. Собственно, это то же самое, как и про путешествия, что очень полезно поездить по разным странам, по разным континентам, чтобы расширить свою картинку мира, понять вообще, как это устроено в других местах. Ну, к сожалению, тоже одна из частых ошибок про то, что непонятно, с чего начать и как пройти свой путь обучения. Очень много разных курсов, очень много разных вариантов, очень много разных технологий. Интересно и в кибербезе покопаться, интересно и в машинообучение копнуть, интересно и в интернете вещей тоже что-то интересное сделать. Поэтому здесь, конечно, нужен навигатор, который тебя направит по конкретному пути. Ну и, собственно, я думаю, что ошибка, которую допускают все, не только начинающие, это про боязнь задавать вопросов. А если твой вопрос покажется даже самым глупым, ничего страшного, задавай. Ты его задаешь для себя, чтобы лучше понять, тебе лучше там решить свою задачку. Поэтому, собственно, очевидно, что подход равный к равному помогает не допустить этих ошибок. Собственно, что мы получаем на выходе? На выходе из peer-to-peer обучения выходит идеальный кандидат для компаний с необходимым набором хардскиллов и прокачанными софтами. Также этот человек тратит мало времени на свое обучение, не допускает много ошибок и, собственно, быстро может войти в профессию. Так что же нужно сделать, чтобы реализовать такой подход для обучения для учеников? Предлагаю рассмотреть на примере нашей школы 21. Чтобы peer-to-peer работал, должно соблюдаться три основных условия. Первое – это много людей. Мы говорим, что peer-to-peer – это для группы, для группы людей. Ну, собственно, эта методика прекрасно раскрывается при большом количестве участников. В школе 21 ежегодный набор в Москве составляет 1000 человек, а в Казани и в Новосибирске по 500 человек в год. Второе условие для успешной работы в peer-to-peer – то, что участники, пришедшие сюда при такой системе, осознают, зачем они сюда пришли обучаться. А, собственно, наш гимифицированный подход помогает почувствовать себя героем компьютерной игры, выполняя проекты, проводя проверки, набирая себе баллы, что дополнительно тебя может мотивировать. Ты можешь быть уверен, что если ты в какой-то момент затормозишь в своем обучении, посмотришь на своих коллег, на тех, кто учится вместе с тобой, и, конечно, они тебе помогут, их настрой или, словом, снова встать на путь учебы. Ну и еще одним условием для успешной работы peer-to-peer нужно создать комфортную среду для обучения. Помимо рабочей зоны нужно обеспечить зону отдыха, как в лучших современных компаниях. У нас есть и PlayStation для участников, и настольные игры, и комнаты, где можно поиграть на барабанах, постучать по ним. Также активное сообщество участников сами организуют различные игры в мафию, клубы по интересам и так далее. Если говорить о рабочих местах, то в школе 21 рабочие места, как и в большинстве этих компаний, это open space. Ты приходишь и садишься за любое свободное место в большом пространстве. Важно, мы ранее говорили про разные пики активности у людей. Мы понимаем, что у людей помимо учебы есть еще личная жизнь, кто-то, может быть, параллельно работает, у кого-то параллельно семья. Поэтому наши компуса в наших городах открыты 24 на 7. Ты в любое время можешь прийти, когда тебе удобно, поэтому ты сам выстраиваешь свое расписание. Ну и, собственно, как реализована методика в школе 21. Как я уже говорил, обучение проходит без лекции оценок. Вся работа участников заключается в выполнении индивидуальных и коллективных IT-проектов. Перед тем, как попасть на основу обучения, необходимо пройти отборочный этап. И на отборочном этапе каждый участник, обратите внимание, 6 раз в день обсуждает код. То есть трое участников проверяют его работу и троих он проверяет сам. На основном обучении, конечно, этот подход сохраняется, но количество проверок в день чуть сокращается. Еще хочу обратить внимание на то, что у нас половина проектов групповые. Наша платформа распределяет участников по командам и назначает им льда. И дальше ребята несколько дней вместе работают над одним каким-то большим проектом, что, собственно, также позволяет прокачать навык работы в команде. Тот, кто будет тем льдом, прокачивает навыки организации работы и распределения, декомпозиции задачек. В общем, все, что необходимо тем льду. Если у участников возникают вопросы, и они приходят с ними к нам, к сотрудникам, в первую очередь мы советуем обратиться к соседу слева. Если вдруг сосед слева не знает, мы советуем обратиться к соседу справа. Именно так и работает пир-то-пир. Сразу скажу то, что среди наших сотрудников, конечно, нет учителей. Поэтому мы сами не знаем ответа на многие вопросы. Поэтому, естественно, отправляем учеников с вопросами к своим же коллегам, своим же соседям. Ну и, наверное, хочется рассказать конкретные цифры про то, почему эта методика вообще, в принципе, набирает популярность, почему многие к нам приходят и почему она успешна. К нам больше половины выпускников приходили без какого-либо опыта в программировании. Более тысячи участников вышли на стажировки и устроились в большие IT-компании, большие интерпрайзы, ну или в IT-стартапы. И 100% успешно прошедших обучений участников устраиваются на стажировку. Стажировка является обязательной частью обучения. Она длится 3 месяца. И уже на этом этапе порядка 95% участников получают предложение не только о стажировке, но и о том, чтобы перейти в штат и уже работать на постоянной основе. Многие наши учащиеся уже проходят стажировки и работают программистами. Инженерами по разработкам, менеджерами этих проектов, аналитиками в крупнейших российских компаниях. Ну и перед тем, как перейти к завершающим слайдам, наверное, кратко расскажу, о какие вообще задания мы предлагаем ученикам, чему они у нас, собственно, учатся. При попадании на основное обучение участникам предлагается обязательный набор проектов, которые им закладывают базу. Это, например, структурное программирование, язык C, язык C++, это может быть работа с BD, SQL и так далее. Далее идет этап стажировки, о котором я сейчас рассказал. И после него у участника появляется возможность вариативности, он сам может выбирать интересные ему ветки обучения. Например, если ему интересна мобильная разработка, он выберет себе мобильную разработку и будет выполнять проекты по ней. Или, например, нейронные сети или множество других. Собственно, уже сейчас у нас проходит набор на новые отборочные интенсивы в школу 21 в трех городах. Москва, Казань и в том числе и в Новосибирске. Ближайший интенсив в Новосибирске стартует 27 июня. И если вы хотите попробовать себя войти и почувствовать на практике, каково это учиться по методике peer-to-peer, сканируйте QR-код и оставляйте заявку на сайте. Ждем вас на интенсиве. Ну и в целом, наверное, на этом у меня все. Последний слайд с контактами наших компусов. И QR-код, можно по нему перейти и оставить комментарий к текущему выступлению. Будет очень полезно прочитать.